Ну наконец-то я свои ролики достала. Я пока с Витчей встречалась, совсем забыла про свои увлечения. Плохо, что у меня нету парня, который мог бы разделиться на мои интересы. Хорошо было, когда я с Панки встречалась. Я на роликах каталась, а он на скейте. Привет, Мария! Ой, а может быть Луаус она покатается? Эй, Луа, постой! Как хорошо, что я тебя встретила. Может быть мы с тобой вместе покатаемся? Да, я Мария уже накатался, я уже домой еду. А, да? Ну ясно. Ладно, ничего страшного, я и одна покатаюсь. Как-то не очень хорошо получилось, но кажется я знаю, кто с удовольствием составит Марии компанию. Алло, Кинг Би, тут Мария на роликах катается, давай срочно на площадь приходи. В самом деле, Луау, так у меня ведь роликов нету. Да ты главное приди, я тебе свой скейт дам. Ну я не умею кататься на скейте. Да это не важно, Кинг Би, ты что, специально ищешь причины, чтобы не прийти? Да нет, нет, ты что? Хе-хе, конечно же, я сейчас приду. Ну и что, что я кататься не умею? Я на что угодно готов, лишь бы только с Марией время провести. Эх, зачем я только Кинг Би с Марией помогаю? Мне наоборот нужно, чтобы Мария с Панки встречаться начала, тогда бы скейте наконец свободная стала. Ну что, Луау, где сейчас Мария? Да Мария в ту сторону поехала на роликах, так что давай, держи скейт и кати за ней. А ничего, что я не катался ни разу, как ты думаешь, у меня получится? Ну ты Кинг Би, потренируйся немножко, чтобы совсем уж не опозориться. Ага, хорошо, я понял, спасибо тебе за все, дружище. Да, пожалуйста. Да, кажется, все мои друзья уже и забыли, что обещали мне со скейте помочь. Ой, Панки, какое же ты мне вкусное мороженое купил. В самом деле, а мне кажется, что мое мороженое вкуснее, чем твое. Да нет, ты что, ты сам попробуй. Ну как тебе? Хе-хе, ну да, хе-хе, в самом деле вкусное. В следующий раз себе тоже такое возьму. Ну так я тебе что говорила. Ой, только ты теперь так вымыслялся, давай я протру тебя платком. Хе-хе, ой, смотри, а вон этот, Луау, уйдет. Увидел, наверное, тебя издалека. Ой, да ну что ты, Панки, наверное, он просто мимо проходит. Ой, скейте, хе-хе, привет. Привет, Луау. Эй, что-то я не понял, а со мной ты почему не здороваешься? Ну, привет, Панки. И вы знаете что, я тороплюсь, я, наверное, пойду. Пока, Луау. Это он так заторопился, скейте, потому что ты со мной сидишь. А была бы ты одна, так он бы точно с тобой остался. Ой, Панки, ну какое это имеет значение, я же все-таки с тобой, а не с ним. Кажется, у скейте и панки сейчас все просто замечательно. Можно даже и не рассчитывать, что они когда-нибудь расстанутся. Эх, придется мне забыть про скейте. А может быть мне все-таки Твен позвонить? Позову ее к себе в гости. Надо же мне уже когда-нибудь начинать с девушками общаться. Интересно, кто это мне звонит? Ой, не может быть, да это же Луау. Алло. Алло, привет, Твенг. Ты не занята сегодня? Я хотел тебя в гости пригласить. В гости? Хе-хе, да нет, конечно же я свободна. Ну вот и отлично, тогда собирайся и приходи ко мне. Хорошо, Луау, я скоро приду. Хе-хе, ну надо же, какое неожиданное предложение. Ну вот, я оставлю скейте в покое. Пускай скейте с панки будет. Может быть тогда у Кинг Би с Марии что-то получится. А-а-а, падаю, падаю. Эх, да что же это такое? Я не думал, что на скейте так сложно кататься будет. Эй, Кинг Би, привет. Хе-хе, ты что, на скейте кататься не умеешь? А-а, привет, Мария. Хе-хе, ну надо же, какая ты сегодня красивая. Хе-хе, ну спасибо. Так, что насчет скейта? А-а, ну да, хе-хе, я действительно кататься совсем не умею. Вот решил поучиться немного. Надо было тебе у Луау взять несколько уроков, он хорошо катается. Ну да, это точно, а то я у Луау только скейт взял. Хе-хе. А давай я буду тебя держать, может быть тогда у тебя лучше получится? Ну давай попробуем. Мне просто Луау не говорил, что на этом скейте постоянно падаешь. Да тебе просто нужно потренироваться. Поехали, у тебя все получится. Хе-хе. Панки, ну почему мы с тобой постоянно ругаемся из Луау? Да потому что скейте, он мне сам говорил, что ты ему нравишься. В самом деле он тебе так и сказал? Ну конечно, скейте, а ты что, разве сама этого не видишь? Да я даже на это внимание не обращаю. Ведь мне же, Панки, нравишься ты, а не он. Ну конечно, не хватало еще, чтобы было наоборот. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 А, падаю. Хе-хе. Ну надо же, Мария, мы с тобой вместе упали. Да уж, Кинг Би, это все из-за тебя. Хе-хе. Что-то я не понял, они что, совсем совесть потеряли? Катаются тут и смеются у всех на виду. Эй, Панки, подожди, а что в этом такого? Ой, привет, Панки, а я тебя и не заметила. Ну конечно, еще бы, ты же теперь только на этого Кинг Би смотришь. Да нет же, мы просто катались и не смотрели по сторонам. Эй, тебя это почему так волнует? Для чего вообще Мария смотрит, как ты там со своей девочкой на лавочке сидишь? Да мы сидим с ней и никому не мешаем. А вы тут смеетесь над нами, как будто бы у вас все лучше, чем у других. Да нет же, Панки, мы просто упали, вот и рассмеялись. Да уж, конечно, обычно, когда люди падают, они плачут, они смеются. Панки, и в самом деле, ну зачем ты к ним прицепился? Да я даже терпеть это не могу, Скетти. Ты что, не видела? Этот Кинг Би специально упал, он просто смеется надо мной. Да нет, конечно, Панки, просто Кинг Би не может на Скетти кататься. Ну да, я вообще первый раз на Скетти стал, а Мария меня учит немного. А, ну да, хе-хе, теперь понятно. Помню я, чем закончились эти тренировки, когда моя Скетти учила Луау на Скетти кататься. Эй, Панки, ну ты нашел, что вспомнить? Это здесь вообще ни при чем. Да, я все помню, Скетти. Пошли, не хочу больше об этом говорить. Ну странный какой-то этот Панки, я вообще не понял, чего это его так разозлило. А вот мне показалось о Кинг Би, что он просто ревнует. Не понимаю, ну почему он не признается, что все еще любит меня? Хе-хе, да нет, Мария, конечно, просто он вредный такой, думает только о себе. Ну вот, опять эти двое все настроение испортили, они бы еще обниматься начали напротив нашей лавочки. Эй, Панки, объясни мне, что произошло? Ты зачем к ним прицепился из-за какой-то ерунды? Да ты что, Скетти, разве поверила, что Мария его кататься учит? Да Мария сама не умеет на Скетти кататься, она вон только на роликах катается. Да мне вообще до них никакого дела нету, не понимаю, почему это тебя так зацепило? Ты что, все еще Марию ревнуешь? Я? Хе-хе, да нет, конечно, ты что, просто мне это не понравилось, вот и все. А вот мне так не показалось о Панке, если тебе все еще Мария нужна, то зачем тогда ты со мной встречаешься? Да тебе просто показалось о Скетти, мне не нужна Мария, да а с чего ты вообще это взяла? Да потому что ты из-за меня даже на Луао так не накидывался, как на этого Кингби, хотя Мария уже давно не твоя девушка, если она нужна тебе больше, чем я, так и уходи к ней. Да нет же, Скетти, мне только ты нужна, ну хочешь, давай вообще с тобой поженимся. Да ты что говоришь такого Панки, мы с тобой ругаемся, а ты мне жениться предлагаешь, ты меня даже замуж нормально позвать не можешь. Ой, что-то я сегодня сам не понимаю, что говорю, хорошо, что Скетти не согласилась, но надо же мне было додуматься замуж ей предложить. Я так долго ждала, пока Панки меня замуж позовет, а он решил сделать это в самый неподходящий момент, как будто бы просто решил разговор на другую тему переключить. Надо было мне давно бросить этого Панки и с Луао встречаться, я по крайней мере точно знаю, что он любит меня на самом деле. Надеюсь, Луао дома, мне просто нужно разобраться во всем раз и навсегда. Ну надо же, как я быстро дома порядок навел, я еще успею даже на стол накрыть, пока Твэнг не пришла. Ну вот, теперь у меня точно все готово. О, а вот похоже и Твэнг стучит. Ой, Скетти, это ты? Вот уж не думал, что ты сама ко мне придешь. Да, мне просто нужно поговорить с тобой, Луао, а зачем тебе два стакана сока? А, да, это просто так, ты если хочешь, я тебя тоже соком ухожу. Да, я от сока не откажусь, апельсиновый сока-то мой любимый. И у меня тоже, я же всегда говорил, что нам все одинаково нравится. Ой, Луао, а кто там к тебе пришел? Ты что, кого-то ждешь? Ай, ну да, это же Твэнг должна прийти. Твэнг? Ой, Луао, там у тебя дверь была открыта, вот я и зашла, не знала, что у тебя гости. А, да нет, Твэнг, я не в гости пришла, я просто так мимо проходила, но я уже ухожу. Эй, Скетти, а ты что хотела? Ты же хотела о чем-то поговорить. Эй, как я вообще могла подумать, что нравлюсь ему? Он с такой красивой девушкой встречается, которая гораздо поинтереснее, чем я. Эй, Скетти, а ты почему убежала? Останься с нами, вместе посидим, чаю попьем. Да нет, ну что ты, Луао, не нужно было мне без приглашения приходить, к тебе там девушка пришла, и я совсем не хочу вам мешать. Да ты не помешаешь нам, Скетти, ну не уходи. Ничего не понимаю, ну зачем она тогда вообще приходила? Что-то я уже совсем запуталась, и зачем я только Панке отказала, когда он мне замуж предлагал? Теперь мне нужно срочно все исправить, вот приду к нему домой и скажу, что я с радостью приму его предложение. Ну вот, Скетти опять обиделась непонятно из-за чего, а может быть мне теперь уже и не мириться с ней совсем? Может быть попробовать снова Марию вернуть и побороться за нее с этим Кинби? Ой, Панке, хорошо, что ты дома, я пришла сказать тебе, что я согласна принять твое предложение. Скетти, ты чего такая взволнованная, ты успокойся, объясни нормально, про какое еще предложение ты говоришь? Ну как какое, ты же мне замуж предложил, и я хотела сказать, что я согласна. А правда? Вот оно как, а я подумал, что ты обиделась из-за этого на меня. Да нет, Панке, я сама не знаю, почему я так отреагировала, на самом деле я так долго ждала этого предложения. В самом деле, ты хорошо подумала, ты уверена, что я именно тот, кто тебе нужен? Ну конечно же, Панке, я хорошо подумала, я уверена, что кроме тебя мне больше вообще никто не нужен. Правда? Ну это прикольно, Скетти, и очень неожиданно. А вы, ребята, как считаете, нам со Скетти стоит пожениться или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А еще не забывайте ставить нам лайк и подписываться на наш канал Веселые Игрушки, в следующей серии будет продолжение этой истории. И не забывайте, что видео на нашем канале выходят каждый вторник и пятницу.